Рабаш Пусть выбросят все свои тряпки с завтрашнего дня, чтобы у каждого было чёрные брюки, вот эти носки, чёрные ботинки, белая рубашка, сюртук и шляпа. Ну, кипа это понятно, но ещё и шляпа. Ну, потом там шляпу туда-сюда, во время урока только. Ну, буквально, ты знаешь, для тех, которые пришли из Шенкина. Я могу представить себе? Да не можешь ты представить, откуда ты из Равы или откуда там что-то, ты не понимаешь такое. На самом деле, я тоже из улицы Шенкина. А, да? Но мы говорим о молитве в сердце, не апостоле, не шляпу. Да, ставь всю эту молитву в сердце, всю эту глупость. И какая там молитва в сердце, какое сердце и какая там молитва. Ну, слушай, и Богу. Я говорю тебе, свалили такие условия на новичков, что некуда было двинуться, либо наружу, либо внутрь. И здесь такого не происходит. Здесь человек может прийти, уйти, и снова прийти, и снова уйти. Свободно. Ну, и в результате этого есть легкомыслие. Это проблема. С одной стороны, мы хотим открыть место для всех, с другой стороны, тот, кто приходит, ему неважно, он видит, что приходит, уходит. Ну, и так и видит себя. И ты, в том, что ты говоришь, да, но он находится, видимо, в группе. Когда, в какой группе? Где? Они оказывают на него давление. Он оказывает на них давление. По крайней мере, физически. Нечего делать, послушай. Мы говорим о законах природы, законы. Это не то, что ты или я, мы можем что-то определить, как-то договориться, пусть будет так или эдак. Спрашивают, можно или нельзя. Ну, что я скажу им? Можно или нельзя. Если, согласно природе, им нельзя, я им скажу, что можно. И что же они выиграют от этого? Что же они приобретут? В этом проблема. У Рабаша было иначе. Он хотел, чтобы они пришли к отмене себя. Так, что имеется в виду, что у человека есть терпение по отношению к группе? У группы должно быть терпение. Что значит терпение? Чтобы он развился в таком виде, когда мы хотели видеть, что он так развивается. Мы хотели бы, чтобы он развивался. Ты говоришь правильно. И для этого мы даем ему какое-то время, как и младенцу. Мы понимаем, что он пачкает, портит. Ну, нужно следить за ним. Все верно. Такой период. Но сколько? Иначе ты не даешь ему расти? Сказано, экономящий плетку ненавидит сына своего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok